Держа Тебе светом наставляем, и Тебе непреступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение восстылаем безначальному Отцу, Своим народным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, и непрестанно и вовеки веков. Аминь. Благослови, Лады Хом, Благослови на Царство, Отца и Сына и Святаго Духа, и непрестанно и вовеки веков. Благослови, Лады Хом, Благослови на Царство, Отца и Сына и Святаго Духа, Благослови на Царство, Отца и Сына и Святаго Духа, Господи помолимся, Господи помилуй, о мире всех, о мире благосостояния святых Божьих церквей и соединений всех, Господу помолимся, Господи помилуй, о святием в храме север, с верой и благоговением, и страхом Божьим входящий твой, Господу помолимся, Господи помилуй, о великом господине, сын нашим, святейшим, в адриархе Кирилле, о господине нашим, высокопреосвященнейшем, метрополите Илларионе, господине нашим, преосвященнейшем, епископе Сергии, честным, преосвященнейшем, в крестидиаконстве, во всем прече и людях, Господу помолимся, Господи помилуй, о богохранимей стране нашей властей, в воинстве я, Господу помолимся, Господи помилуй, о весе сей, в всяком граде стране, верой у живущих в них, Господу помолимся, Господи помилуй, о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временек мирных, Господу помолимся, Господи помилуй, о плавающих, путешествующих, недугающих, страждующих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся, Господи помилуй, ой, избавитесь нам от всяких скорбь, гнева и нозды, Господу помолимся, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Божия, Твоей благодатью, Господи помилуй, пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу, Богородицу и преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш, кресту Богу предади, Богородицу и преснодеву Марию, и благословенную, Богородицу и преснодеву Марию, благослови, благослови, Душа моя, Господа, благослови, Меси Господи, благослови, Душа моя, Господа, есть внутренняя моя, Имя Святое, Бог, благослови, душевая Господа, и не забывайся, когда я его очищаю. ПЕСНЯ 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 вертель, единородной м Боже, именем Твоим спаси. Боже, именем Твоим спаси. Боже, именем Твою щеки. Аллилуйя. 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 Пойте Богу глазом радования, пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареве нашему, пойте. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареве нашему, пойте. В Деянии святых апостол чтения, в то время случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Енея, который восемь лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему, Еней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей. И он тотчас встал, и видели его все живущие в Лиде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Уопии находилась одна ученица именем Тарифа, что значит серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышавшие, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, подошел к ним, и когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал вон всех и, преклонив колено, помолился и обратился к телу, сказал «Тарифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидевши Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее пред ними живою. Это сделалось известным во всей Иопии, и многие уверовали в Господа. «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! На Тя, Господь, упова, да не постыжуся вовек! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Будем и в Бога-защитителя, и в дом прибежища ежеспасти имя! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Благослови, Владыка, благовестителя, святого апостола, и евангелиста Иоанна Богословом! Бог молитами святого, сладкого и всекладного апостола, евангелиста Иоанна, дадаст тебе глагол, бояствующему силу и многою, во исполнении Евангелия, возлюбленного Сына Своего, Господа нашего, Иисуса Христова! Аминь! Премудрость, прости, услышим святого Евангелия! Мир всем! Иду на митву иду! От Иоанна святого Евангелия чтенье! Слава тебе, Господи, слава тебе! После всего был праздник иудейский, пришел Иисус в Иерусалим. Есть же вырос в Иерусалиме у ловчих ворот купальня, называемая по-игрейски фезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, кромых, иссовших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее, по возмущении воды, тот выздоравливал. Такою бы никто, держим был болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. Иисус, увидев Его лежащего, и узнав, что Он лежит уже долгое время, говорит Ему, хочешь ли ты здоров быть? Больной отвечал Ему, так, Господи. Но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, тогда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой же сходит прежде Меня. Иисус говорит Ему, встань, возьми постель Твою и ходи. И Он тот час выздоровел, и взял постель Твою и вошел. Было же это в день субботний. По Симой Иуде и говорили, Вселенному сегодня суббота. Не должно тебе брать постель. И Он отвечал им, кто мне, кто меня исцелил? Тот мне сказал, возьми постель Твою и ходи. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель Твою и ходи. Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил Его в храме и сказал Ему, Вот и выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с Тобою чего хуже. Человек сей пошел и объявил Иудеев, что исцеливший Его есть Иисус. И стали Иудеев гнать Иисуса, и искали убить Его за то, то, что Он делал, такие дела в субботу. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Дэм сия, от сия души и от всего повышления нашим борцем. Господи, помилуй. Господи, вседержителю Божи, отец наших, молимся, услыши, помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Божие, поверите в милости Твоей, молимся, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищем молимся о великом Господине, отце нашим, святейшем, бодрярки Кириле, о Господине нашим, и знакопреосвященнейшем, митрополите Ларионе, о Господине нашим, преосвященнейшем, епископе Сергея, и во всей его кресте братья нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищем молимся о Богохраниме стране, отчего властей, пивающей, яда, тихая, безмолвная жития, поживем во всяком благочести и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ищем молимся о братьях наших, священницах, священнанасих, и всем во кресте братстве нашим. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ищем молимся о блаженных, и преснопамятных, святейших, патриарских, православных, и создателей, святакых храма сего, и о всех предевочивших, отцах и братьях, и о всех, где лежачих, и вовсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищем молимся о милости жизни, мире здравия, спасении, восхищении, прощении, и оставлении грехов, рабов божьих, братья и святаку храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Табы заповедь Твою, нам, ежи любите Тебе, Бога нашего, и ближнего Своего сотвори, дай ненависти, вражды, обиды, вздай, имства, клетва, преступства и прочие беззакония прекратятся, истинная ежи любовь, да царствуй в сердцах наших, молимся, спасителя нашу, слыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, ищем молимся от плодоносящих и добротеющих, во святее мы сейчас и не в храме всем, труждающихся, боющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великая и богатая милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, как милостиный человек, это будет Бог, я thing, Russа, без славы, поклониться, великая и доверensия, а нас Ellen odcинзость, наиболее semis, помилуй, помилуй, помолитесь о оглашении, Господи, богатая милости. Погласит их словам истинным, открытием Евангелия правды, соединит и святит свой собор вне апостаси церкви. Спаси, помилуй, заступи, сограни, Боже, Твоей благодатью. Поглаши, главы Ваши, Господи, и прихваните. Погласит их словам истинным, открытием Евангелия правды, соединит и святой вне апостаси церкви. Погласит их словам истинным, открытием Евангелия правды, соединит и святой вне апостаси церкви. Господи, помилуй, о священном мире и спасении душ нашей, Господи, Господу помолимся. Погласит их словам истинным, открытием Евангелия правды, соединит и святой вне апостаси церкви. Погласит их словам истинным, открытием Евангелия правды, соединит и святой вне апостаси церкви. Али, Али. Али, Али. Али, Али, Али. Али, 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 Али. Али, 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 Али. Али, 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 Али. Али, 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 Али. Исполни молитву нашу, Господи, гриф. 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 Исполни молитву нашу, Господи. Исполни молитву нашу, Господи. Исполни молитву нашу, Господи, гриф. 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 Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Потому что это богатство служит для него умножением наказания Как много грешившие и нежелавшие покаяться Сберегают самим себе сокровища гнева Так точно те, которые кроме того, что не наказаны Пользуются еще благополучием, понесут большее наказание Не за все грехи полагаются те же самые наказания Но многие и различные, смотря по времени, по лицам, по достоинству и по разумению Если существуют два грешника, которые пользуются не одним и тем же в настоящей жизни Но один живет в богатстве, другой в бедности То там они будут наказаны не одинаково Но который богаче, тот тяжелее Потому что Бог в здешней жизни и не подвергает всех наказанию Чтобы ты не сомневался в воскресении И не отчаивался в суде На том основании, что здесь все отдали отчет Равно он не допускает всем отойти ненаказанными Чтобы ты опять не думал, что все лишено промышления Разве же и теперь многие не поступают подобно тем Которые прежде были наказаны за грехи И очень даже В самом деле, когда ты убиваешь брата не плотским образом, как каев А духовным То ты и не делаешь для того же самого Нет нужды, что не мечом, а другим способом Разве теперь никто не позавидовал своему брату Никто не подвергнул его опасностям Но здесь они, скажешь, не понесли наказание Зато понесут Если и не слышавший Ни писанных законов, ни пророков Не видевший так же великих знамений Наказывается так строго То совершивший это впоследствии И не образумившийся Несмотря на такое множество примеров Уже ли останется ненаказанным? Где же правосудие Божие? Вот и сыновья Илья За то, что еле пред жертвенником Понесли тягчайшее наказание вместе с отцом И так не было никакого другого отца Нерочительного о детях И детей не было преступных Но никто не понес наказание Когда же их понесут, если нет гиенны? А Анания и Сапфира Которые украли часть из того, что положили И тотчас были наказаны Никто разве в то время этого не сделал? Почему же другие не понесли того же наказания? Успеем ли мы убедить тебя в существовании гиенны Если воспользуемся еще большим числом примеров? Я и сам желал бы, чтобы не было наказания Я, быть может, более всех Почему так? Потому что на каждом из вас лежит забота о собственной душе А я несу ответственность и по должности этой Так что мне более всех невозможно избежать его И так Бог благ и человеколюбив Не только тогда, когда благодетельствует Но и когда наказывает К тому же наказание его и кары Составляет величайшую долю благодеяния Так и врач Не только когда выводит больного в сады и на луга Не только когда сажает в ванны и бассейны Но и когда приказывает оставаться без пищи Когда режет Когда дает горькие лекарства И тогда одинаково остается врачом И даже обнаруживает свое человеколюбие в большей степени Поэтому когда видишь, что кто-нибудь преданный добродетели Терпит тысячи испытаний Называть такого блаженным Достойным соревнования Так как ему и здесь разрешатся все грехи И там уготоваются за терпение великие награды Вот из людей Одни здесь только наказываются Другие здесь ничего такого не терпят И все наказание получают там А третьи наказываются и здесь и там Кого же из этих трех родов вы считаете блаженными? Хорошо знаю, что первых Тех именно, которые здесь наказываются и слагают грехи А следующих за ними кого? Вы, быть может, тех, которые здесь ничего не потерпели И которые все наказание понесут там А я не этих, но тех, которые здесь и там наказываются Потому что для понесшего здесь наказание Легче покажется тамошнее наказание А кто принужден будет нести там все наказание Потерпит неумолимую казнь Для чего же Бог предупреждает об ужасах, которые намерен совершить? Для того, чтобы не пришлось Ему совершать то, о чем предупреждает Для того Он и гиенной грозил, чтобы не ввергать гиенну Пусть, говорит, устрашают вас слова, но не смущают дела Прекрасны и обетования Твои, Владыка Прекрасно и ожидаемое Твое царство Равно и угрожающее гиенна Царство прекрасно призывает Гиенна жизнь с пользой устрашает Слышал ли ты о потопе? Уж и о нем не говорится ли для угрозы? Самое событие не произошло, его не было И тогдашние люди говорили много такого И пока в течение ста лет строился ковчег А праведник взывал Не было никого, кто бы поверил И так как не поверили угрозе на словах То понесли наказание на деле Постараются же по мере сил избегнуть этой опасности Чтобы нам и настоящую жизнь провести благополучно И достигнуть будущих благ Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа С которым слава Отцу и Святому Духу Ныне и пресно и вовеки веков Аминь, Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. 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 Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя. Колreciочки Константинопольского. Песня. Песня. Христос Воскресе. Песня. Дорогие братья и сестры, сегодня в евангельском чтении мы с вами слышали о том, как Господь исцелил человека расслабленного, которого 38 лет лежал при купели, и ему были сказаны слова «Все здрав был и сик, тому не согрешай». И здесь, конечно, зачастую бывает болезнь, это служит причиной болезни для греков. И вот этот человек, которому было сказано «Все здравы, тому не согрешай», он осознавал свою греховность, и когда получив исцеление, Господь ему говорит, что все исцелил, говорит, да не греши, да не горши, и что будет. Сидоксаль о неделе расслабленном говорит, что человек, который 38 лет промучился и получив исцеление от Господа, потом и ударяет Господа, когда он был Господь на суде у первого священника, и человек ударил его, говорит, так ли ты ищеваешь архиерею, то есть так ли ты говоришь архиерею. Этот человек, который 38 лет лежал и получив исцеление, так отблагодарил Христа, и почему Господь ему говорит в Евангелии тогда, если говорит я, за что ты меня бьешь, спрашивает ему человеку, и ничего, конечно, не нашлось, за какое дело ты меня ударил, ничто, конечно, человек не мог ответить. И горши ему стало из-за того, что этот человек сам себя обрек на вечную муку. И здесь, конечно, болезнь она бывает и касается и не только грешных человеков, но она и касается, бывает, и людей праведных. И святые отцы усматривают в этом, почему болезнь касается не только и праведника страдает. Потому что эта жизнь наша земная, она временная, скоротечная, и праведников, если здесь, находясь в почести, в званиях, зачастую это вредит человеку. А жизнь, как сам Господь, живя здесь и говоря нам в Евангелии, что многим из карминой надлежит человеку, а не в Царство Небесное. И жизнь праведников, она зачастую всегда исполнена, потому что, если, говорит, меня гнали, то и вас будут гнать. И праведник, когда, живя, терпит какие-то скорби, печали, он знает, за что терпит. И само, как говорит наша природа, настолько она зависима от греха, что даже если мы и не согрешая человеку, он может впасть в другой грех гордости. Тонко так. И когда скорбные обстоятельства обступают нас, тогда человек смиряется. Неболе приходится смиряться. Мы понимаем, что, да, немощны мы, несем какое-то свое время, несем время на этой жизни. Но все, как говорит апостол Павел, все могу в укрепляющем Господе Иисусе, в укрепляющем Господе Христе. И здесь, в нашей жизни, мы живем, и бывает так, что какое мы имеем преимущество с прошлым временем, когда люди не знали Святого Крещения. Потому что в Святом Крещении человеку дается благодать. И как говорят святые отцы, что мы несем бремя, первый раз человек несет бремя за то, что когда согрешив, человек потерял рай, прародительный грех. Второй раз человечество несло искупление за грех, это было, когда был всемирный потоп. И говорят, что нам еще надлежит понести третье наказание, это когда люди отступят искупителя, когда придет Господь во втором своем пришествии, и настанет тогда страшный суд. То есть еще будет третье надлежит нам ставить. И, конечно, верующие люди, мы всегда понимаем, что нам предстоит предстать на суд Божий, и скорби, которые посылаются нам, они посылаются для спасения нашего. Потому что через скорби человек приходит в себя. Если бы наша жизнь земная была легкая, без скорбей, человек бы жил, и все было безоблачно, то навряд ли бы, редко бы кто тогда задумался о спасении. Потому что именно в скорбных обстоятельствах, когда не на кого жалповать, человек взывает Богу и возводит отчество в горы, откуда приявит помощь. А помощь моя Господа, сотворшую небо и землю, говорит нам пророк Давид. И мы взываем Богу и получаем благодатную силу для того, чтобы жить, чтобы терпеть, проходить наше житейское море, проплывать и гон. И, конечно, самое главное наше счастье, то, что мы находимся на корабле, это корабль Святая Церковь Православная, которому принадлежим, и глава Самкорчика Господь, Иисус Христос, который нас ведет к спасению. И, слышав этот призыв, его все здравы, потому не согрешай. И мы благодарим Бога, что да, бывает так, отступили немножко, упали. Господь посылает нам за наши грехи, скорби. И мы благодарим и стараемся исправлять свою жизнь. Поэтому с помощью Божией исправляем свою жизнь, надеемся на милосердие Божие. И сейчас, когда приходим к храму Божию, через устроение Царства Божия внутри себя, это потому что самое важное, устроить Царство Божие внутри себя, потому что через устроение этого Царства внутри себя нам открывается Царство Небесное. Как говорил преподобный Макарий Великий, что она как и смерть внутри человека находится, так и жизнь вечная находится внутри нашего сердца. От избытка сердца устаревая голя наша с вами. И поэтому, если мы собираем сокровища на небе, то и наше сердце очищается через молитву, через покаяние. Мы радуемся, и наше сердце тогда, и уста наши благоли добрые слова. А если, конечно, какие-то злые, пульные помыслы входят, то бей врагов именем Христовым. И мы бьем, взываем Бог, Богу, возносим молитву часто. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, грешно, и Господь сразу же приходит к нам на помощь. Поздравляю вас всех с праздником воскресного дня. Спаси себя Господи. Христос воскресе! Во иисус воскресе! По воле Божией мы сегодня собрались здесь, чтобы поблагодарить Бога за те милости, которые к нам Он оказал. В этот день исполняется ровно 23 года, как на этом месте стали мы поселяться. Время меняется. Где мы сегодня совершали великое таинство Евхаристии, здесь когда-то было капище. Но время меняется. Иногда когда-то делали из храмов капище. А пришло время, мы из капищ стали делать. Освятили. Освящено это место. Я маловерный. Приглашая к себе сюда на праздник батюшем, думаю, побольше. Думаю, ну, хоть два бы три приехало, а то хорошо бы было. Меня учил епископ, который руковывал меня. Тогда строиться нужно было. Везде материалы выпрашивали, то есть доставать, не покупать, а нужно было доставать. Он говорит, просить всегда больше, дают меньше. И я так уже, думаю, приглашу больше, все равно меньше приеду. Да. Ну, слава Богу, благодарю вас, отцы, что вы этот путь проделали к нам. Нам часто бывает путь нелегкий. Поездил бывает. В прошлом году было как трудно, но мы молились, Господи, дай погоду хоть на этот раз, чтобы могли братья доехать благополучно. Доехали. Слава Богу за это. Я вас сердечно, отцы, благодарю, что мы вместе совершили молитву. Ну, Господи, помолились, пообщались. И, конечно, хорошо было бы, чтобы такое общение было у нас более чаще. Ибо в таком общении мы научаемся друг от друга, опыт перенимаем друг от друга. Где-то беседы, какие мы ведем, где-то находим с чем-то, можем не согласиться друг с другом. Но мы должны знать и искать тот истинный путь всегда, который указал нам Господь. И святая наша православная церковь, который запечатлен в ее канонах. И если бы сегодня так твердо мы, пастыри, и совершали это, то не было бы вокруг нас разных сектантов и прочее. Было в советское время, такие выпускали брошюрки по отдельным всем, там, православие, там, баптизм, адвентизм, католицизм. И в брошюрке баптизм было написано, что 87% ихних прихожан баптистов, это выходцы из православия. Представьте. А остальные, говорит, там, 10% это уже рожденные свои, а измеры-то там совсем немного. 3% только получается, что которые пришли совсем, были неверующие измеры. А остальные все выходцы, говорит, из православия, из православных семей. Если мы будем следовать Слову Божию и учить своих прихожан так, чтобы любили они Слово Божие, то меньше будет всех этих расколов и прочее. Поэтому я еще раз, отцы, сердечно благодарю вас, что вы доставили нам этот праздник, составили нам этот праздник. Наши певчики переживали, как мы будем петь-то, батюшки. Ну, пели, как всегда поем. Так же всегда у нас как пели, так и поем. Мне кажется, что очень хорошо поем, потому что я сам пою хорошо. Это, мне кажется, что у нас очень хорошо поем. Всех и вас приветствую. От всех. Христос воскресе. Христос воскресе. Так, я сейчас предлагаю сделать нам общий снимок. Когда еще мы так будем здесь? Давайте это здесь, наверное, сделаем здесь. Или как-то на улице еще бы сделать. Так, чтобы меня разоблачали. Давайте мы, наверное, все... Давайте, проходите. Давайте. Да, уберите сейчас. Ну, а вы что стоите? Проходите. Становитесь. Перед, вперед, Саня, вперед, Саня, вперед, Саня. Так, разоблачали. Пошел. Пошел. Так, ну, облегчаемся, нет? Опять, чтобы все лица видны были. Нина Александровна. Подруга. О, аэрод. Ну, все. Получилось? Ну, давай, сейчас Игорь, да, он попал посередине. Володя. Игорь, что ты сейчас туда копируешь? Стань, братюшка, я рядышком. Давай. Останись, на поле, что я сядь. Аппаратом-то лицо закроешь, я не видать будет. Спусти по ничему. Портер. Ну, все. Так. Давайте сидим на улицу, сфотографируемся на улицу, а потом обратно все зайдем в храм. Давайте. Сфотографируемся там, а потом зайдем в храм. Ну, что вы знаете? А он сюда приезжал? Да? Да, он здесь был. Они тогда приезжали. Потом на архиерестов. Потом на архиерестов. Ну, слышишь, да? Ну, слышно? Ну, знаете. Ты внизу там стой. Внизу. Повысше встань. А ты там внизу. Ну, остановитесь быстро все туда. Бегом! Не затягивайте время, быстрее, становитесь в детстве, чтобы еще раз в детстве. Скинка не будет на них. Давайте быстрее, 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 быстрее. Красивое время? Не надо, не надо. Капушка бегает. Стой, 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 стой. Ну зачем, зачем? Ну вот так туда, если на озеро еще получится? Получится. Все, становимся еще раз на озеро туда и все. Озеро закроем. На озеро! Я отсюда вас фотографирую. Давайте, быстро, быстрее, еще раз. Ну что, ладно. Кучу зоны видать, кучу зоны видать. Сейчас будет хорошенько. Вечер. Не дай что, да? Скорее, скорее. Давайте, все, быстрее фотографируйте нас. Давайте, все, быстрее. Давайте, все, быстрее. Все, 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 все. Вы сделайте с ним, а когда идите, есть наоборот. Давай, я. Ничего, он не стоит. Он нам не мешает. Надо сверху. А он, если наверх залезть, на... Да не надо, еще, фу, 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 фу. Все, заходим в храм. Все, заходим в храм. Кресту прикладываемся. Да, по кресту прикладываемся сейчас, и я сделаю объявление. Ставьте их на место. Аккуратнее, я там отдельные два. Так, сейчас подходите к апрельсу и благодаря вам. Будем в твоих слушаниях. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Благодарю тебе, Господи, Боже мой, Экономерный Думан и Всевнешника, Новщиков и Органистов, и сподобил си. Благодарю тебе, Экономерный Достойного, Причаститесь, и обречистки нецвы. Небесный Дару сподобил си. Молодых и Человеков, и учи нас ради умеющих воскресень. И даровавы нам страшные все ежедневшие таинства. Благодаря и освящение души телес наших. Дашь притесим в Нево, Сырине, души и Житела. Он ждал не всякого сопротивного, Господи, и освящение ночью сердца моего. В мир душевных моих сил веру не постыдну, Любовь не лицемерну. В исполнении премудрости и в соблюдении заповеди Твоих. Приложение Божественной Твоей благодати, Твоего Царства присвоения, Да воспитывание Твоей теми сохраняем. Твою благодать поминаю всегда, И не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыцу и благодетелю. И так во Всего Житие, Оршета, надежды и живота, и вечного. Тебе, насущный, достигнув покоя, держи празднующей, Глазки и престанных, и бесконечной сладой, Зрячих, как его лица доброту, незреченного. Ты боишься истинное желание и незреченное веселье, Любящий Тебя, Христе Боже наш, и Тебя, по лице Тарю, Орекий, Владыка Христе Божий, Царь и Господь, Цердателю всех. Благодарю Тебя всех. Благодарю. 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 Песня. 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 Будет концерт.